Meizu Note 9. Этот смартфон призван конкурировать с серией Redmi от Xiaomi. Ведь тут актуальная железо, внешность, камера на целых 48 мегапикселей, свежий прот Snapdragon 675. Какие же компромиссы у него, насколько интересен за свои денежки. А вот сейчас по чесноку все и расскажу. Поехали! Заказывал на Алиэкспресс под акцию. Ссылки прикреплю в описании, кому интересны цены сейчас. Он, я заметил, дешевеет, следил за ним. Получил запечатанный из завода коробки. Глобальная версия ориентирована на украинский рынок. Видимо, штампует коробки уже по одному лекалу и продавцам с Алиэкспресс также. Коробки сам смартфон, отсек со скрепочкой и бумажками, отсек с блоком быстрой зарядки M-Charge 3. Первое, что обращает на себя внимание, смартфон не холодит руку, как я привык. Сразу понятно, что он выполнен из пластика, как рамка, так и задняя крышка. Вот и первый компромисс для удешевления изделия. Хоть я знаю по модели Meizu X8, что задняя крышка довольно качественна в исполнении, хоть и пластиковая, но все равно. Чудес от этого материала ждать не нужно. Тут сразу нужно будет окупать чехол, чтобы сохранить его вид. И к гадалке не ходи. Дальше, конечно же, внешность. Нельзя не похвалить дисплей на 6,2 дюйма с тонкими рамками вокруг него. Сразу видим каплю, которая есть практически во всех смартфонах на сегодня. Но тут она очень маленькая и более аккуратна, чем у многих. Беру Redmi Note 7 и видим, насколько отличаются капли. Ну и нижняя рамка. Я думаю, стоит в будущем их сравнить. Будет интересно. Подписывайтесь, скоро сделаем. Тут у нас также аккуратная прорезь под динамик. И также сверху у нас индикатор событий. Датчики тоже все тут. Нижняя грань обладает прорезью под динамик, микрофон и разъем Type-C. Это уже хорошо. Сзади ничего примечательного. В моем случае черная пластиковая крышка, которая, конечно же, пачкается. Немного выступающая камера и небольшой сканер отпечатка пальцев. Который, кстати, работает отлично. Также поддерживается разблокировка по лицу. И все происходит довольно быстро. С закрытыми глазами не работает. Слот под две сим-карты. Поддержки карты памяти нет. Но тут у нас 4,64 гигабайт памяти. И нужды особой в ней не будет. Хотя кому-то может будет важна данная информация. К сборке есть некоторые претензии. Дело в том, что если придираться и понажимать в разных местах заднюю крышку, иногда можно услышать легкое похрустывание. Понятно, что пластик, но в том же Meizu X8 я такого не наблюдал. Там, напомню, тоже задняя крышка пластик. Хотя в обычном использовании это не проявлялось у меня. Телефон удобно сидит в руке. 6,2 дюйма, тонкие рамки. Но все равно миниатюрным смартфон с такой диагональю назвать уже нельзя. Зато какое дисплей еще. Минимальная и максимальная яркость нормальная, но на ярком солнышке хотелось бы больше. Углы обзора тоже отличные, цвета насыщенные. И смотреть видео на таком дисплее одно удовольствие. Только в настройках я не нашел пункт скрыть верхний вырез. В ютюбе если растянуть изображение на весь экран, капля остается. Хотя это тот случай, когда даже перфекционист сможет с этим смириться. Поскольку она настолько миниатюрна, что даже не очень-то и мурыжет глаза. И быстро привыкаешь. А в играх напротив, вырез обрезается под самый его край. Прикольно, смартфон прям симметричный встает. При этом скругления не очень агрессивные и это тоже к плюсам. В настройках можно выставить защиту зрения, цветовую температуру, пробуждение по поднятию со стола. Это удобная функция. Берешь со стола, экран пробуждается, телефон узнает владельца, если настроена разблокировка по лицу и он уже разблокирован. Советую. Олеофобкой на сегодня уже никого не удивить, но она тут есть, на всякий случай скажу. Далее меня, как и вас, наверное, интересует производительность. Snapdragon 675. Это на сегодня мощный прот, с которым мы по зубам все современные задачи. С быстродействием и отзывчивостью оболочки тут нет никаких проблем. Тем более он имеет на сегодня комфортные 4 гигабайта оперативной памяти. Блин, а я ведь помню, как в 2006 году купили мне родители ПК, где было 512 мегабайт памяти. И это тогда было нормой. А сегодня норма 4 гигабайта в смартфонах, 11 гигабайт топ. И это не предел. В Antutu данный проц у меня выдал 170 тысяч с лишним баллов, что, конечно, достойно. Но вот видеоускоритель 612-я дрена будет уступать старшему брату 710-му снапу. В играх он превосходит популярный 660-й дракон, но не сказать, что намного. Я запускал разные игры на нем, играл в танки на максимальных настройках без проблем. Папк также можно запускать на максималках. И данный телефон вполне может послужить игровым устройством. Оболочка, конечно же, Flyme. Она простая и многофункциональная. В ней легко сориентироваться и разобраться. Не знаю, кому как, а мне нравится. Плюс ко всему, здесь очень удобно реализована функция управления жестами. Вообще тут много вариантов управления на любой вкус. А каких-либо критичных косяков самой оболочки я не заметил. Было так, что камера подвисала, не хотела фоткать, но после перезапуска все приходило в норму. Пару слов о связи и модулях. Wi-Fi двух диапазонный, Bluetooth 5.0. Из датчиков у нас полный среднебюджетный набор, включая гироскоп. Спутники ловят все подряд, хотя вдали от окна частного дома долго думал. Встречал и быстрее. Возле окна моментально. Со связью полный порядок. 3G, 4G, все как положено. Это же глобалка. А основной динамик на полной громкости орет так, что можно разговаривать как по громкой связи, держа перед собой телефон. И звук качественный, и микрофон хорош. Меня тоже слышно. К мультимедийному динамику претензий тоже нет. Как для телефона, он вполне годный. Даже намек на низкие частоты есть. В наушниках звук качественный, разборчивый и главное не тихий. Как сейчас часто бывает. Камера двойная с поддержкой искусственного интеллекта. С модулем на целых 48 мегапикселей. Модуль от Samsung, GM1 и при этом отличная светосила F1.7. При хорошем освещении, конечно же, фотографирую довольно качественно. Только динамический диапазон опять-таки бывает и получше. Так же как и детализация. Портретный режим тоже присутствует. И я заметил, что он довольно часто ошибается. Видимо, ПО сыровато. И бедные ваши волосы на фото с таким портретным режимом. При не очень хорошем освещении, камера справляется достойно. Светосила тут выручает. Видео максимум доступно в 4К 30 кадров. Но без стабилизации. Хотя бы электронной, даже в Full HD. Это, по-моему, уже должно уйти в прошлое. Проверка съемки видео. 4К 30 кадров. Шумная улица. Очень светло. Проверка звука. Вокруг машины. Работают перфоратором. Как слышно мой голос. Сейчас проверим. Я заметил, что при съемке в 4К стабилизации нет. Проверим в Full HD. Тоже 30 кадров. Иду средним темпом. Проверяем стабилизацию видео. Фронталка не понравилась. Хоть тут она на 20 мегапикселей. Но мы-то знаем, что не в них дело. По умолчанию, она хорошенько подкрашивает лицо. Но, по-моему, я выхожу здесь уж слишком идеально. Потому мужикам лучше отключать это. А также при хорошем освещении, то еще мыльцо. Автономность. Батарея у нас 4000 мА. Что, конечно, хорошо. Но вот в нагрузке данный проц имеет неплохой аппетит. Например, засекал расход во время игры, так за 30 минут ушло 10% заряда. При среднем показателе 8-9. Если смотреть видео с YouTube, 30 минут на яркость и 75% уходит 6% заряда. Меньше, чем от игр, конечно же. Я думаю, еще будут оптимизировать. За ночь в режиме ожидания телефон сожрал тоже не очень мало. 5% заряда. По поводу зарядки. Хоть быстрая зарядка и заявлена, я не могу назвать ее быстрой. От родного зарядного устройства за 15 минут зарядился на 18%, за 30 минут на 34, а за час на 68. 100% он набрал за 2 часа и 5 минут. Теперь мне хотелось бы отметить сильные и слабые его стороны. Стоит ли он своих денег и стоит ли его сейчас покупать? Нихренашеньки не стоит. Посудите сами. Пластиковый корпус, который можно даже заставить скрипеть. Хоть и красивый, но все же. И надолго ли? Чехла в комплекте нет, нужно докупать. Камера 48 мегапикселей, это скорее маркетинг с состоянием на сегодня. А фронталка так вообще не понравилась. Быстрой зарядки я не обнаружил, NFC конечно же нет. Да, это неплохой смартфон с хорошим железом, прикольным дисплеем, с тонкими рамками и небольшой каплей. Но не за 180, 190 и тем более 200 баксов. Ну нахер. Можете перейти по ссылкам из описания и проверить. Если его цена уже хотя бы 170, а лучше 150 баксов, вот тогда можно смело брать. За эти деньги огонь. А сейчас, извольте. Умный юзер знает, что есть также Meizu X8, который стоит сейчас дешевле. Камера у него точно не хуже, рамка металл. При этом просто там 710 дракон, что выгодно отличает его от ноута 9. Даю ссылку сверху, где я делал сравнение данного смарта с Redmi Note 7. Вот в этой ценовой категории лучше выбирать из них, пока не упадет цена. Любят они задрать ее на старте продаж. А с вами был Smart Plus. Подписывайтесь, если хотите быть в курсе современных фишек на рынке умных железяк. Всем пока, друзья.